Российский контрактник Никита Чебрин служил в печально известной 64-й мотострелковой бригаде. Именно ее обвиняют в военных преступлениях, устроенных в Буче. В середине июня он смог покинуть Украину. Он спрятался в грузовике, который направлялся в Россию. После побега он связался с правозащитниками из организации «ГУЛАГУ-нет» и, собственно, с Владимиром Осечкиным, который помог ему уехать и из России. В конце сентября он выехал в Беларусь, оттуда в Казахстан. И на этой неделе прилетел в Мадрид, столицу Испании, где попросил политическое убежище. По словам Никиты, первый месяц войны он провел в селе Липовка, в 50 километрах от Киева. В этот период его сослуживцы как раз устроили резню в Буче и Андреевке. Больше четырех месяцев Никита провел на войне, на которую он ехать не хотел. 24 февраля я понял, что мы едем в БВДС, я был категорически против этого, понимал, что это преступление. Я не мог пойти на эту войну, потому что у меня есть корни украинские. Пропаганду на п***. Люди в это верят почему-то. В России, как мы знаем, большие люди бедные, большие люди зарплаты небольшие. А когда им показывают вот эти для них деньги, вот эти деньги, по их меркам сумасшедшие, 120-100 тысяч рублей, они начинают думать, о, деньги, бабки, я сейчас поеду туда, в Украину, бабки заработаю, вернусь буду с бабками. Из-за этого люди, их это одуряет, потому что они не могут деньги заработать. Из-за этого они это идут. Либо это отбитые патриоты, которые верят в какую-то российскую государство. Из-за чего война началась? Там фашисты, нацисты, там дрогут, презирают русских людей. И все время нахождения его на территории Украины я увидел ни одного фашиста, ни одного нациста не увидел. 64-я отдельная монострелковая бригада из Хабаровского края. Это российское подразделение, военнослужащие которой в марте 2022 года присутствовали в оккупированной тогда Буче под Киевом. Украинские власти и Международный уголовный суд расследуют преступления, которые были совершены контрактниками из этой бригады. В августе издание «Важная история» опубликовало расследование, простите, о событиях в Андреевке под Киевом. Основая, помимо прочего, на словах контрактника Даниила Фролкина. Он, как и Никита Чебрин, служил в той самой 64-й бригаде. Никита тоже стал свидетелем преступлений в Андреевке. Ну какие бригады были настроения? Давайте убьем хохов, да я там столько замочу, да я там их вообще там порешаю. А когда они там оказываются, я оттуда выживаю, включает. Все, они уже в отказную идут. Даже они поняли, что это такое. Вот я точно знаю, что были факты мародерства. Это было на моих глазах, я видел. Я видел, как воровали, брали машины людей в деревне Липовка, так же в Андреевке, как я слышал, брали. Ломали просто машины, которые не могли завести, на них уехать. Дома разрушались, что-то делают. Зачем трогать мирных граждан? Дома вообще тоже не понимают, зачем это делать. А почему они это делали? Видимо, у них крыша поехала, то что у нас СИО, у нас танк, я на БМП, там у меня оружие, я крутое. Ну, синдром Рэмбо у них включился, скорее всего. Почему это делали, из-за чего они так, возможно, могли сделать? Потому что, во-первых, людям говорили, изучая одну информацию, что вы тогда уедете, тогда уедете. То есть, люди обманывали тем, что их скоро заберут. И люди, от того, что они долго не могли находиться в нормальном, ну, мире, то есть, где у них могут спокойно и помыться, сходить в душ спокойно, и нормально стиральную машинку закинуть в вещи. Вот, ну, такие простые вещи, которые люди в обычной жизни делают. У них из-за этого всех ехала крыша. И большинство, я знаю, много там, находил алкоголь в домах Липовки и пиво его выпивало. Ну, как бы я вам тоже признаю, что вот, я тоже был то, что выпивал, но с Луно делились. Я в чужой дом не ходил, ничего не забирал. Из Сенова ничего не забирал. Максимум, если я заходил туда, то брал то, что для еды, чтобы, ну, для пропитания, то есть, как бы, ну, то, что я взял там пару кетчупов, майонезов, думаю, это и так страшно. А то, что вы ходили, брали украшения и устройства мобильные, это, это все, это преступление, это воровство, натуральное воровство. Вот, и случай был в Андреевке, но, опять же, эти солдаты понесли наказание, которые изнасиловали мать с ее дочкой, дочке, по-моему, 17 лет, если бы не было ничего. Было четверо парней, они сделали это изнасилование. Тот из них один убежал, его, не знаю, нашли, не нашли, но парней, которые это сделали, их наказали. Их табуретками избивали, то есть, как бы, преступление сделали и тут же наказание сделали. Их вообще хотели расстрелять, убить хотели. А кто наказал? Вот это. Командира наказали. Я тоже не знаю имени, фамилии, но это все в Андреевке было. А вы с ребятами этими знакомы были? Я только одного из них знал, у него кликуха была, Габа, все вот. Я фамилию забыл. В итоге этих ребят ничем не могли ввинить, так как не было, ну, как сказать, вещдоков не было против них, потому что, ну, что они изнасиловали. Поэтому их взяли, просто и уволили. Известное, скорее всего, происходит по причине, что некоторая часть людей, которая, терпеваясь от командования, они начинают срываться на других людях. А некоторые часть, просто реально, как вы говорите, мне что-то щелкает, потому что у них крыша едет у людей, потому что нормальных условий у них нет, как они живут, ну, как в печи реально живут. Говорить Никите и рассказывать об этом, обо всем было непросто. За свои свидетельства он надеется получить все убежище в Испании. Вот в чате спрашивают, неужели, в нашем чате, в Ютьюбе, неужели Никита никого не убил. Так вот, по его словам, он ни в кого во время войны не выстрелил, удалось отсидеться в тылу. Он рассказывал, что прикидывался на фронте сумасшедшим, чтобы его не отправили непосредственно на передовое. Из-за того, что не выстрелили, сам он не выстрелил, отказался, сбежал. От него фактически отвернулись все, в том числе семья и его самые близкие. Скажем так, что я для них предатель. Я был для них предатель. И все. Предатель родины, потому что взял, уехал. А что, мне надо было идти на войну убивать мирных жителей украинцев? Нет. Идти в тюрьму? Нет. Да, все, третий вариант. Просто уехать и уйти. А то, что я дал это в огласку, это потому, что за все время, что я жил в России, вот это ложь, вот это вот, то, что в телевизоре людям в суд в уши, то, что государственный канал показывает, что у нас все хорошо, классно, на самом деле нифига. То, что нас с зарплатами обманывают, то, что говорят, что скажут так. В моем крае всегда по бумажкам показывают средний зарплат жителей города Якутска из 60-70 тысяч. Где эти деньги? Где они? Вы где их берете? Вы где их рисуете? Средняя зарплата 30 тысяч. Много из ребят, военнослужащих, которые с вами воевали, заняли такую же позицию, как и вы? Они не заняли такую позицию. Они просто уволились и где сейчас сидят, гасятся совсем максимально, чтобы их не позвали на войну. Большинство уехало то, что их, как и меня, в принципе, обманывали. О, через месяц домой поедете. Им просто, например, они взяли, уехали и подали на увольнение. Вот даже, посмотрите, даже украинская армия к своим военнослужащим, она намного лучше. Даже показывала просто кадр окопа, окопу, просто их окоп, где у них все по-человечески, где у них делано убежище, там изоляция сделана, там против влаги, там. Ну, чтобы как, ну, как типа в домик сделали они все. У них и кровати нормальные были, и электричество, и энергия. У армии Украины отношение со солдатом много лучше, вообще просто, чем к российским солдатам. А вы не пытались в плен сдаться? Когда в Украине у нас, во-первых, не было связи, во-вторых, было опасно пользоваться телефоном, так и могли тебя запилинговать и нанести ракетный удар. А реально вообще было сдаться в плен там? Нет, не было сдаться, потому что всех запугаривали, что если здесь прям вам яйца отрежут, извиняюсь, член вам отрежут, еще что-то сделают. Субтитры сделал DimaTorzok